Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Как Самара готовится к празднованию юбилея Победы? Как сегодня живется ветераном и каким должно быть патриотическое воспитание? Об этом говорим сегодня. В нашей студии председатель Совета ветеранов войны и труда Самарской области Иван Сахаров. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. И также, если вы хотите поздравить кого-то с наступающим праздником и сообщить о родственнике, который воевал или трудился в тылу во время войны, звоните нам. Здравствуйте, Иван Алексеевич! Добрый день! Практически не остается времени до Дня Победы. Скажите, пожалуйста, как проходят последние дни подготовки к этому великому празднику? Чем вы занимаетесь? Естественно, на сегодняшний день времени осталось не так много. А раз времени очень мало, то оно более насыщенное и мероприятиями, и ответственностью, которой подходят руководители, чтобы провести это мероприятие. И ветераны Самарской области повсеместно, начиная с муниципалитетов, городских округов, области, принимают самое активное участие. Ну, так, например, с сегодняшнего дня коснемся, открытие арки Победы. Вы посмотрите, сколько ветеранов, какое руководство присутствовало. И губернатор Самарской области открывал, спикер наш, значит, Сазонов Виктор Федорович, и глава города, значит, Олег Борисович. Ну и, естественно, ветераны, которым практически стала вся безымянка родным городом, вокруг их с гордостью воспринимали эту торжественную, так сказать, акцию. Дальше, если брать поэтапно, то решением губернатора Самарской области была направлена делегация в Москву. Делегацию возглавлял я, значит, чтобы привезти из Александровского парка, от факела вечного огня, вечный огонь, в город Самару, в Самарскую область. Да, а как вот это все выглядит? Кстати, с вами были Олег Облин еще и Алексей Матвеев, да? Да, Олег Облин. Ваши три человека были в делегации. Это профессиональный военный, значит, служит в управлении нашей армии. Значит, Матвеев Алексей, это юноша, занимает, возглавляет патриотическое движение в городе Тольятти. Нас отсюда, значит, проводили и напутствовали работники правительства Самарской области, Кромин Александр Петрович, ну и, значит, Инесса Анатольевна. В общем-то, все вопросы, которые организационные были, они отрешены изумительно. В Москве нас встречали представительство, вице-губернатор Самарской области, создали условия, чтобы мы приехали, немножечко отдохнули, чтобы потом поехать вот и принять участие в самом мероприятии. А там вот не только же с нашей области, там с нескольких регионов, да? Было 27 субъектов, значит, Российской Федерации, у всех субъектов был определен транспорт, за каждым субъектом были закреплены волонтеры, и когда вот само ощущение, когда вот участвуешь в таком большом мероприятии, то возникает совсем другая ассоциация. Вы представляете, это и расчеты парадные, значит, солдаты полка кремлевского, это высшие должностные лица, главнокомандующие, там, значит, ВДВ, и участники Великой Отечественной войны, и все вот это воедино, если посмотреть, то это, конечно, непредсказуемые и неописуемые мероприятия. А как все это выглядит? Вот этот огонь где сейчас, и когда он будет к вечному огню, к нашему? Выглядит технически это следующим образом. Значит, подготовлены были газовые лампы, горелки. Значит, эти лампы стояли на определенных постаментах, и военнослужащие полка президентского их зажгли от вечного огня. Значит, в каждую лампу несли два человека, два солдата, очень подтянутые, стройные. Я не сомневаюсь, что, может быть, были и люди, которые были призваны из города Самары. Да, 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 у нас традиционно 15 человек призывается, да, вот президентский полк. Да, вот они зажигали эти лампы и, так сказать, по соответствующую музыку, значит, несли эти лампы к транспорту, который нам был предоставлен для транспортировки. Вот в следующий раз, Иван Алексеевич, когда поедете за огнем, берите журналистов, чтобы наши сотрудники сняли все это и показали, потому что рассказывается, конечно, интересно. Ну, как вот вы передаете всю торжественность этой обстановке, когда присутствуешь, наверное, ощущение другие. После этого, значит, прошло техническое, значит, мероприятие зажигания лампы, и лампа маленькая установлена, картофакт такой красивый. И, значит, поэтому все разъезжали, кто куда, кто на самолет, кто на поезд. Но мы, ввиду того, что у нас поезд был вечером, были приняты вице-губернатором Самарской области, представительстве Самарской области. Очень хорошо, очень хорошо. Игорь Евгеньевич, прямо, ну, все условия создали для того, чтобы мы выполнили с честью поставленную задачу губернаторам Самарской области. И когда, значит, вот зажигали огонь, то вот ощущение, мне думается такое, что пламя вот это, есть душа тех солдат, во имя которых горит этот вечный огонь. И оно как бы уходит в атмосферу, уходит, так сказать, в небытие куда-то. И представляешь, что слова песни так, это летит клин журавлинный. Мне думается, что вот каждый, кто присутствовал, они пережили такую минуту славы, минуту гордости, минуту, значит, гордости за наш народ, за наше правительство, за главнокомандующего нашей России Путина Владимира Владимировича. И, естественно, за тех руководителей, которые на местах все это дело организуют. Да. Ну, много проектов уже и в Самарской области к этому дню реализовано и до сих пор реализуется. Скажите, вот вы какие хотели бы выделить проекты и даже, может быть, при наличии времени поучаствовали? Ну, я скажу, что в Ветеранской области проходит много проектов. Ну, начнем с небольшого. Это прошел конкурс музеев, патриотических музеев воинской славы в средних образовательных учреждениях. Сегодня подводились итоги. А есть победители уже известны, да? Есть и победители. Значит, мы оформили представление на три музея. Это, значит, музей один муниципального района Алексеевский. Во второй музей, значит, это музей из города Тольятти. И третий музей из города Самары, технический образовательный лицей. Мы отправили представление, лучший, как мы определились, во Всероссийский совет. И полагаем, за первое место, второе и третье будут определенные денежные премии, будут дипломы соответствующие. И будет организовано честование и вручение вот этих вот наград. По линии Всероссийского совета. Также подводились итоги по линии Министерства образования. Там тоже свои есть номинации, которые будут вручены. И обязательно будут отмечены те музеи, которые достигли наилучших показателей. Ну, если брать по сегодняшним подведением итогов, то в городе Самаре заняло лучшее место – это школа 100. И я считаю, что правильно определила комиссия, что им сегодня было это объявлено на приеме в Кубернской думе. Уже сегодня у них есть чувство патриотизма, что они поработали. И самое главное, что в этих музеях экскурсоводами являются ученики, которые, готовясь к рассказам по той или иной операции или по тому или иному герою, глубоко осознают. А что нужно рассказать? Какую крупицу донести до наших зрителей? А тематика какая-то есть в этой школе номер 100? Определенная тематическая составляющая или общая? Разные направления. Есть направления, предположим, рассказы о героях какой-то операции и прочее. Если говорить в целом, то музей ценен тем, что он аккумулирует подвиги различных родов войск, различных, так сказать, наших героев, различных национальных героев, мне думается, что в этом ценность музея. Да, потому что вот даже вот то, что не касается Самарской области, допустим, вот в школе номер 90 есть музей, который посвящен Сталинградской битве. Да. Ой, извините, блокаде Ленинграда у меня сразу все. И вот там такие экспонаты замечательные собраны. И даже вот хлеба кусочек вот этого знаменитого черного, который вот ели. А вот рядом находится школа 174, там музей Юнг Северного флота. Это ж уникальные образцы. Там и форма, там и фотографии ребятишек, которые воевали. Там и оборудование, радиостанции. Ну, досыщен такими экспонатами, которые сегодня молодой человек, да даже и взрослый, который приходит, то начинаешь осознавать, с чего начинала наша Родина защиту и к чему она пришла. К современным подводным лодкам, к современным ракетным катерам и прочее. Все это, конечно, приводит к такое чувство гордости за государство. Да, и особенно вот наш город, Куйбышев, да, это же запасная столица, а тыл, а предприятия, как люди здесь работают. Более 300 предприятий из страны были сосредоточены в годы войны на территории Куйбышева. Сегодня безымянка, это гордость. И куда не приедешь, там же и в Москве говорят, ну, как там наши предприятия, которые к вам переехали, как они выжили, как что-то. А сегодня эти предприятия, что Авиакор, что завод Прогресс, они являются флагманами, значит, отечественного промышленного комплекса. Ой, хорошо бы, чтобы все это и возрождалось, и продолжалось, потому что было у нас, конечно... Да, мы должны все это дело сделать. К нам поступают уже первые сообщения от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22. Звоните, если вы хотите рассказать какую-то историю про своего родственника, который воевал или, может быть, трудился в тылу, или поздравить кого-то с наступающим праздником, обязательно звоните, время еще есть. Вот из города Сызране к нам дозвонился Николай Алексеевич Зайцев, почетный ветеран МВД. Приятно посмотреть на груди у вас знак почета МВД. Мы гордимся вами и спасибо вам большое. Ну, я скажу, что большое спасибо, значит, организации Министерства внутренних дел. Они являются коллективными членами нашей организации. Значит, председатель Совета Чернецов Вениамин Александрович является заместителем председателя областного совета. И наша совместная работа позволила, значит, то, что организация оценила труд председателя областного совета, а в целом и его, так сказать, руководство различными организациями укручило почетный знак. Спасибо большое. Да, потому что не стоит забывать, что вы возглавляете организацию организацию не только по ветеранам войны, но и, конечно, правоохранительных органов. Да, вооруженных сил и правоохранительных органов. Поэтому можете присоединяться и к таким поздравлениям. Вот в связи с подготовкой еще наш город активно очень преображался, как и другие города области, да. Речь идет о зеленых насаждениях. Сколько людей выходило, сажало деревья, различные даже аллеи, так скажем, то сирень, то рябина и еще что-то. А все это объединялось в акцию, по-моему, «Лес Победы», да, она называется? Значит, это акция всероссийская «Лес Победы». Она предусматривала то, чтобы каждый гражданин смог посадить дерево в память о погибшем военнослужащим или членам семьи, или родственнике. И такую акцию проводили на территории Самарской области. Они созвучили с акцией «Рассвела под окошко белоснежная вишня». Это приглашение к русской песне. Если в «Белоснежной вишне» мы рекомендовали возрождать вишневые сады, и их намного возникло, и в Сергиевске есть, и в Тольятти есть, и в Новокуйбышевске, и в других муниципалитетах, городах, то вот акция, которую проводили мы совместно уже и с «Зеленхозом», она предусматривает озеленение наших городов. Поэтому и появилась то ли улица Рябиновая, то ли улица Каштановая, то ли улица Березовая. Как с песней у Антонова. Да. А там я не... То есть я считаю, неважно, какое дерево посадили, дерево – это фильтр нашего воздуха, а фильтр воздуха – это наше здоровье. И поэтому, считаю, все, кто принял участие в этой акции, всем большое-большое спасибо. Но самое главное – нельзя останавливаться, надо продолжать работать, но надо продолжать в то время, в тот сезон, когда эта растительность принимается. Нельзя летом выкапывать и пересаживать, потому что можно просто донести ущерб. Ну, я предлагаю сейчас посмотреть сюжет как раз про эту акцию, ну, а затем мы продолжим разговор. Спасибо. Выпускник третьей школы Никита Лысиков не просто сажает деревья, он оставляет наследство своим детям. Юноша уверен, знание и гордость за наших ветеранов, которые сражались с фашистами в сороковые годы прошлого века, нужно передавать из поколения в поколение. Своим детям я начну рассказывать о этой войне, наверное, с тех пор, как они вообще научатся воспринимать информацию. А когда-нибудь, вполне возможно, что мои дети будут учиться в этой школе, я обязательно приду с ними сюда, обязательно расскажу об этом мероприятии, обязательно расскажу вообще обо всей патриотической работе, связанной с Великой Отечественной войной, которая проходила в нашей школе. Во дворе школы имени Героя Советского Союза Вадима Фадеева почетное место заняли пять саженцев. Плакучие и высловно живое напоминание о тех, кто не вернулся с фронта. И символ для живущих теперь, чтобы помнили. Детям, которые настоящие, им повезло. Им есть настоящие участники тех событий. Но в дальнейшем все будет меньше и меньше, поэтому создаются музеи, поэтому мы сажаем деревья, поэтому мы пишем письма ветеранам. Во всероссийской акции «Лес Победы» приняли участие тысячи учебных заведений и организаций. Всего в регионах было высажено 26 миллионов деревьев. Через несколько лет Ивы во дворе третьей школы подрастут и поклонятся подвигам героев, которые сражались за Родину. Да, кроме красоты и кислорода, это еще память, конечно, самая важная. И я хотела у вас спросить, как сами ветераны задействованы вот в этих всех мероприятиях, акции? И, может быть, расскажете какие-то сюрпризы, подарки, которые они получат именно 9 мая? Что-то предусмотрено, чтобы их порадовать? Вы знаете, вообще-то, конечно, мы всегда ждем сюрприза. Сюрприз всегда преподносит нам исполнительная власть, особенно губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин, который делает все для того, чтобы каждый ветеран не был забыт. И поэтому через органы исполнительной власти к Дню Победы каждый ветеран получит соответствующий продуктовый набор, в котором будет хороший, красивый, праздничный стол. Там будет все, что нужно для стола. Это первое. Второе. И предприятия наши проводят тоже большие мероприятия. Взять вот машиностроительный завод. Они выдали тоже своим ветеранам подарки в виде продуктовых наборов. И не только в виде продуктовых наборов, но и в виде материальных ценностей, постельных предотвращений, там и другие. И, безусловно, все это ветераны наши видят и чувствуют. Но достаточно это или нет? Наверное, нет. Почему? Главная забота о ветеранах – это улучшение жилищно-бытовых условий, это снижение квартплаты на жилье, на коммунальные услуги, это внимание своих родственников. Порой встречаешься с ветераном и говоришь, ну, как ты живешь? Да все хорошо, но вот родственники-то дети как-то слабенько посещают. Но вы, к сожалению, вот как вы сможете повлиять на это? А мы проводим разъяснительную работу и среди родственников, и мы проводим работу по привлечению ресурсов административных через социальную сферу, через сферу здравоохранения. Конечно, нельзя сказать, что все вопросы разрешены сразу, но реакция и исполнительной власти, и законодательной власти на обращение общественных организаций следует незамедлительно и принимается к мере к устранению тех проблем, которые есть. Ну, вот еще, наверное, медицинское обслуживание тоже очень актуальная проблема, потому что люди в возрасте уже. Ну, здесь, знаете, вот у нас на сегодняшний день существует лучший госпиталь ветеранов войн на территории Российской Федерации, который возглавляет профессор Олег Яковлевич. Фамилию мы вспомним, если что, посмотрим в интернете. Яковлев Олег Григорьевич, значит, каждый бы ветеран имел желание полечиться в этом госпитале. А попасть как туда? Но есть ситуация, он называется «Госпиталь ветеранов войн», поэтому там имеют прямое предназначение и возможность лечиться только участники Великой Отечественной войны или участники контрреволюционных операций, участники локальных войн. Но благодаря Олегу Григорьевичу изыскивается возможность, ветераны труда тоже имеют возможность, хоть частично, но получить оздоровление. Кроме этого, губернатором Самарской области принимаются все меры, чтобы создать еще одно лечебное учреждение, это гератологическая больница. Это бывшая больница номер 3 в городском округе Самары. Возглавляет ее тоже кандидат наук, доктор, значит, Минкин. Очень хорошее помещение, очень хорошие врачи. Но сегодня это здание требует значительного ремонта, чтобы оно соответствовало тем уровням, как и госпиталь ветеранов войн. Я думаю, что и Гридасов, и губернатор, и министр обоснования, и исполнительная власть главная, и в том числе и законодательным властью в лице Виктора Федоровича Сазонова, сделает все для того, чтобы в ближайшее время это учреждение было достойно похвалы. Надо торопиться, потому что все мы знаем, что люди пожилые, конечно, ветераны. Ну и другое, что каждый ветеран, когда посещает лечебное учреждение, он полагает, что он оттуда выйдет абсолютно здоровый. К сожалению большому, хочу обратиться ко всем ветеранам. Ни одну болезнь нельзя излечить до конца. Она приостанавливается медицинским персоналом. А что касается оздоровления организма, это уже наше личное дело. Мы должны помогать врачам вести здоровый образ жизни, заниматься физическим трудом, делать зарядочку, ну и другие процедуры, которые позволяют оздоровить организм. Вот даже советы такие ветеранам. Следующее сообщение к нам поступило от Валентины Александровны. Она сообщает, что она с 1938 года рождения. Мы дети войны, не забывайте про нас. И тоже приглашайте на мероприятие. Это наше пожелание, а вас мы очень уважаем. Вот что с такими вот... Уважаемая Валентина Александровна, Самарская областная общественная организация или Президиум областного совета ветеранов войны и труда вооруженных сил и правоохранительных органов знает эту проблему, занимается этой проблемой. И вместе с губернатором, вместе с председателем Губернской думы законодательно выходим с предложением в различные инстанции, чтобы облегчить ваш труд, сделать вам больше внимания, как категории дети войны. И только надо понять одно. К большому сожалению, период, который вам пришлось пережить, воевала вся страна. Если взять на сегодняшний день Самарскую область, то на территории Самарской области проживает 330 тысяч граждан такой категории. Решить проблемы все сразу не предоставляется возможность. Но постоянно губернатор Самарской области интересуется этой проблемой. На сегодняшний день изыскиваются возможные резервы, чтобы вам как-то помочь. И безусловно, никто не говорит о том, что такого статуса не надо. Статус должен быть. И мы вместе с вами будем заниматься и решать проблемы граждан, детей войны. Еще раз напомню, телефон 202-11-22. У нас еще остается время. Вы можете звонить или поздравлять кого-то с наступающим праздником, либо сообщать о родственниках, которые воевали или работали в тылу, либо озвучивать проблемы, которые еще нужно решить. Мне хотелось, знаете, еще, Иван Алексеевич, уточнить, чем занимаются сегодня ветеранские районные организации? Потому что на них же тоже возложены какие-то задачи именно по подготовке к 9 мая и вообще по работе с ветеранами. Ну, основная задача в соответствии с уставом – это социальная защита граждан. Поэтому районные организации, сельские или городские, они имеют непосредственный контакт с тем объектом, с которым надо работать. Это люди пожилые, люди больные, люди, которые требуют к себе внимания. Каким образом они решают? Во-первых, я еще раз говорю, вот те проблемы, которые возникают, они доводят до исполнительной власти. Второе, они занимаются организацией досуга этих ветеранов. И не случайно, вот я вам могу привести Ставропольский район, там председатель Совета ветеранов Сагайдакова Валентина. Практически в каждом поселении имеется хор ветеранов. Это говорит о том, что люди живут настоящей жизнью. Или взять и Соклинский район, Волик Елена Ивановна, председатель Совета. У нее даже председатели поселений являются главы поселений. Она сумела вовлечь в это движение исполнительную власть. И не случайно сегодня вот в этих организациях самые лучшие показатели. Богатовский район взять, у них свое направление. Они в своем, так сказать, идут и видят, какую помощь. То ли дополнительно продуктами, сельхозпродуктами ветеранов обеспечить, то ли найти средства за счет спонсоров, ремонт этого жилья. И нам видится, областному совету, и я считаю, и ветеранский актив наш. Мы не ради славы той, что вот 70 лет и давайте. Наша постоянная забота, наш постоянный труд – это внимание, внимание, еще раз внимание, каждому человеку, который требуется, я имею в виду пожилому, которому требуется помощь. Да, вот абсолютно с вами согласна. Продолжаю читать сообщения. Поздравляем с праздником. Поздравление особенно для Филиппова Олега Евгеньевича. Он воевал трижды в Чечне, дослужился до полковника. Сегодня он работник МВД. Желаем ему крепкого здоровья. Вот опять МВД. Присоединяемся. Ну, дело в том, что вооруженные силы же, то есть наши силовые структуры, МВД, ФСБ, КГБ, значит, вооруженные силы, это армия, они выполняют задачу, будем говорить, одинаковую, но принадлежат к разным министерствам, а министерства вместе решают укрепление обороноспособности, и поэтому тут ничего страшного нет. Мы присоединяемся к этому поздравлению, и от областного совета искренне сердечное поздравление. Следующее сообщение от Алексея Ивановича. Президент издал указ на ремонт выделить деньги и на квартиры. А почему до сих пор деньги не выделены? Вы знаете, президент издал указ о выделении денег и средств для ремонта жилья ветеранам. Значит, в каждом субъекте Российской Федерации эта сумма разная. Вот по Самарской области эта сумма составляет 44 тысячи рублей. Всем, кому необходимо срочно какой-то ремонт сделать, эти деньги выделяются. Они выделяются по-разному. Где-то социальная служба заключает договор с подрядной организацией, которая делает. Где-то ветеран получает эти деньги и сам отчитывается за них, что проведено. Но вот таких жалоб, что деньги не выделяются, у меня, например, нет. Если есть такие, пожалуйста, обращайтесь, давайте письменно, чтобы можно было конкретно с кем-то переговорить, найти причину задержки этой выплаты. По Самарской области этот вопрос решается положительно. Да, и вот знаете, что Алексей Иванович, ой, господи, прочитал Алексей Иванович, сообщал. Много предложений в последнее время звучит от ветеранов по благоустройству дворов, в которых они проживают. Вот что вы думаете по этому поводу? Кто должен им помогать благоустраивать дворы, содержать чистоте? Знаете, вот я сам родом из села, и никогда мы никого не ждали, чтобы привести порядок. Мы считали, что нужно выйти на улицу и убрать вот их своего подворья. А что касается города, я живу так же в многоэтажном доме. Безусловно, мы надеемся на основную работу, которую должны сделать, это те организации, которые за это отвечают. Но если мы сами не будем убирать территорию, если мы сами будем только мусорить, то никогда, никакая организация с этой задачей не справится. Взять Владимирская 23, хорошая спортивная площадка сделана, все руководители ходят. Значит, спортивная площадка, это огороженные заборчиком мини-футбольное поле. Сегодня практически десятки звеньев выбиты. И дожидаться до того, что оно вообще развалится, наверное, нет смысла. Мне думается, вот здесь должна управляющая компания внести туда какие-то лепты и восстановить это дело. А может быть, и укрепить. А вот что касается летающего бусора, полиэтилет, бутылки, прочие склянки, это должны принимать участие и жители. От нас с вами зависит чистота нашего двора, наша культура, общение друг с другом. Давайте сделаем доброе дело. Будем каждый за собой убирать. Ну, еще одна тема, сохранение памяти о войне. Вот сегодня какие направления, вот кроме музеев, вот как она должна сохраняться? Еще что-то делается, вот Советом областном? Безусловно, сейчас вот большое направление это бессмертный полк. Вы знаете, столько желающих родственников пройти с фотографией своего, так сказать, погибшего, дедушки, бабушки, значит, сына и прочее. Мы сегодня, например, видим, что эту акцию нельзя забывать и нельзя останавливать. Она должна получать развитие в душе, в сознании каждого человека. И нельзя никого принудительно выгнать с этими фотографиями, потому что это от души искренне. Абсолютно правильно. Ну, и я хочу сказать, что мы должны помнить не только о тех, кого нет, но и своих ветеранских активов. Вот сегодня, например, у Продина Владимира Николаевича, председателя городского совета ветеранов военной труда вооруженных сил, городского округа Самары, 60 лет. Юбилей. Это уникальный человек. Это человек, который прошел Афганистан, был командиром спецназа. Это человек, который награжден боевыми орденами. Сегодня он вносит свой вклад, свою энергию души в развитие ветеранского движения. Володя, здоровья тебе, счастья, благополучия. И дай Бог, чтобы побольше было таких Владимира Николаевича. Ой, замечательно, я думаю, ему очень приятно. И осталась у нас буквально минутка, ну, наверное, какие-то слова, которые вам хочется сказать накануне этого великого праздника. Дорогие мои ветераны, я сын участника Великой Отечественной войны. Я знаю, нас таких много по всей стране. Дай Бог вам здоровья, радости, улыбок. Дай Бог, чтобы вас окружали самые близкие, любящие вас дети, чтобы они о вас заботились. И вы вместе встретили не только 70-летие, но и 100-летие победы нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Спасибо, замечательные слова. Мы тоже вас поздравляем с наступающим нашим великим праздником. Спасибо. Всего вам самого хорошего, здоровья. И вам всего самого хорошего, счастья, здоровья, благополучия и, главное, уважения ветеранам и к тому, что прошла наша страна. К тем за вами победам. Всего хорошего, счастья, здоровья.